А кое-кто, наоборот, непременно хочет заявить о своих тараканах во всеуслышание. В идеале еще и поделиться ими с другими людьми, чтобы найти единомышленников. А безумие, как известно, весьма заразная штука. Вот и получается, что в благоприятной обстановке умалишенные плодятся, как грибы после дождя. Например, здесь, посреди вполне обычного заброшенного хуторка, обосновались неоязычники. Сами они называли себя вернувшимися к корням. И ладно бы эти почитатели древности спокойно молились своим идолам, вытесанным из бревен, прыгали через костры и занимались бы прочими невинными ритуалами. Но нет, им непременно подавай жертвоприношения вплоть до человеческих. Да и жили сектанты совсем не мирной общиной и охотно грабили всех инноверцев, до кого могли дотянуться. Естественно, во славу богов. Конец у подобного жизненного уклада случился вполне закономерный. Однажды, теплым осенним утром, к ним постучались. Да так громко, что у большинства зданий тут же повлетали двери с окнами, а некоторые сооружения и вовсе сложились внутрь себя. Теперь над хутором поднимался густой столб черного дыма, а число его новых жителей стремительно сокращалось. И дело тут вовсе не в плохой экологии. Просто настал час расплаты за содеянное, чего язычники совсем не ожидали, понадеявшись на защиту деревянных идолов. Но те пока что справлялись со своей ролью плоховато. Их даже обычные пули прошивали насквозь, не говоря уж про магию. Видимо, самим богам были неприятны такие нерадивые последователи, и они предпочли от них отвернуться. — Ты кто такой, урод? — Смерть твоя дурацкая! — буркнул я в ответ, выдирая из себя очередную острую железку. — Спасибо легкому бронежилету, иначе бритый налысо детина, который решил сбежать через густую рощицу, превратил бы меня в подушечку для булавок. Но и так во мне торчало с десяток инородных предметов. От тонких сварочных электродов до настоящих штык-ножей. Причем призвал он весь этот смертоносный металлолом прямо из воздуха, когда я лишил его основного оружия — охотничьей сайги. Разрубил ее пополам и решил, что этого достаточно. Увы, беглец с этим оказался категорически не согласен. Восьмой уровень — это вам не шутки, но уж больно мне хотелось взять хоть кого-нибудь живым. Через этот крохотный лесок на окраине хутора, плавно переходящий в прибрежные камышовые заросли, то и дело хотели вырваться из окружения рассеянной одиночки. Только эта затея оканчивалась для них плачевно. Уже четыре тела истрелили до состояния праха, и пятый готовился к ним присоединиться. Ничего, кроме смерти, их здесь не ожидало. У большинства людей она ассоциируется с крыслявой старухой, вооруженной косой, чаще всего в темном балдахине. На крайний случай с белокожей девушкой в саванне, а вместо этого их встречал зеленокожий друид с топором. Не очень канонично, так что многие напоследок удивлялись. Ну уж простите, куда более симпатичная со всех сторон талия сейчас участвовала в штурме, а мной просто заткнули одну из многочисленных дыр в периметре. Людей катастрофически не хватало для полноценной операции, поэтому в рощице я находился в гордом одиночестве. Залетные беглецы не в счет, они тут долго не задерживались, превращаясь в питательную золу для растений. Такой вот получается природный круговорот. Наконец, последний штырь покинул мое предплечье. В основном пострадали конечности, а вот лицо я в последний момент успел прикрыть. Торс сберег бронежилет, под которым сейчас наверняка наливались многочисленные синяки. Наверняка целых ребер у меня не осталось. Каждый вздох вызывал адскую боль в груди, но куда деваться, сам виноват. Радовало лишь одно, все раны должны были скоро затянуться без всякой перевязки и прочей медицинской помощи. Нынче это пустяки, пусть и весьма болезненные. Несколько минут и снова буду как огурчик во всех смыслах. У меня даже отрубленная рука заново отросла, если что. Со мной теперь в скорости регенерацию могут только людоящеры разве что поспорить. Ну а я старался свою способность лишний раз не афишировать. Платая за такое чудесное исцеление, стал изумрудно-зеленый цвет кожи. А также чудовищный метаболизм, заставлявший меня постоянно что-то жевать. Иначе от голода я могу превратиться в сонного и апатичного увольня. А то и вовсе впасть в энергосберегающую спячку. Так что в разгрузке у меня вместо боевых расходников в основном лежит всякая еда, как у заправского обжора. Чем калорийнее, тем лучше. На этом поприще себя отлично зарекомендовали энергетические батончики. Только поди их сейчас найди спустя полгода после конца света. — Будь ты проклят! — злобно прохрепел мой противник. — Клянусь сердцом, тебя настигнет суровая кара! — А ты не думаешь, что это тебя самого настигла кармическая справедливость? — Поинтересовался я, кивнув на топор, торчавший из его груди. Мужчина, чью бритую голову украшали многочисленные татуировки в виде свастик и рун, оказался пригвожден к дереву. Он тоже пытался меня обезоружить, применив способность к управлению металлическими предметами. Решил, что в таком состоянии я уже не представляю угрозы. И позарился на мое мифриловое сокровище. Увы, как неоднократно показала практика, на божественный металл не действует чужая магия. Раны же, которые отправят обычного человека на больничный, а то и на тот свет, для меня вполне терпимы. Симбионты из другого мира отлично справлялись со своей работой, потихоньку превращая меня из дохляка в довольно крепкого бойца. Но язычник тоже оказался непрост. Даже проткнутый насквозь удлиненным острием топора, он никак не хотел отдавать концы. Вдобавок находил в себе силы, чтобы ругаться и грозить мне всяческими небесными карами. Поэтому я от греха подальше держал его руки связанными, периодически обновляя древесные путы, когда они рассыпались. «Мой путь был чист и светел!» Фанатично выплюнул он в мою сторону. «Это ты, отродья чернобога, которая попирает нашу святую землю, сдохни!» «Не поверишь, я уже!» «Брешешь, выродок! Ты хоть и страхолюдина, но живой!» «Ничего! Вы все скоро в небытие отправитесь за свое вероломство!» «А не нужно было нападать на колонну беженцев, которые не сделали вам ровным счетом ничего!» «Напомнил я ему!» «Так что это вашим божествам должно быть за вас стыдно! А если нет, это плохие боги! И самое место в хаосе!» «Ты не ведаешь, что несешь, богохульник! Мы должны были свершить возмездие! На то была их воля!» Фанатик забился в путах, ранняя с губ кровавую пену. То, что он делает себе только хуже, расширяя без того немаленькую рану в животе, его как будто не интересовало. Словно я реально отловил настоящего берсерка из дремучих веков. А ведь всего полгода назад он наверняка был вполне нормальным гражданином, на работу ходил и не рычал на людей. Вряд ли это мой очередной коллега, сбежавший из дурдома. Там на хуторе еще полсотни таких же поехавших обитало. По словам тех немногих счастливчиков, что смогли от них сбежать, они практиковали обильное употребление мухоморов и прочих психотропов, а уж старые добрые спирты вовсе ведрами в себя заливали. Тут и у здорового человека от подобной диеты может помутнение рассудка случиться. Зато такой угашенный в драбаган толпой очень легко манипулировать. То есть боги вам это прямо сказали? Встрепенулся я, разом позабыв про нующие раны. Напасть на колонну с беженцами? Да. Успокоившись, кивнул он. А волю свою они через кого-то передали. Какое тебе дело, выродок? Мужик снова попытался освободить руки, так что мне пришлось призвать новые побеги. Еще немного, и его дерево окончательно высохнет. А у меня при себе ни наручников, ни веревки нормальной. Как-то не догадался это добро прихватить с собой на операцию. По-хорошему следовало его добить или хотя бы вырубить, но уж больно любопытные он говорил вещи. Мне просто хочется узнать, как именно ваши небесные покровители с вами общались. Развел я заживающими руками. Вдруг мы зря в них не верили? Они присылали посланца. Нехотя прошипел язычник, сплюнув скопившуюся во рту кровь. Он объявлял, что нужно сделать, где капище устроить, как нужны вещи раздобыть или куда пойти в набег. Как он выглядел? Продолжил я внезапный допрос. Катись в пекло! Слушай, если он меня карать придет, то как я, по-твоему, его опознать должен? Ко мне знаешь ли много, кто претензии имеет. Там очередь выстроится до самого Краснодара, если не дальше. — Когда увидишь, поймешь сразу! — криво усмехнулся мужик. — Он высокосветловик, больше тебе знать не нужно. — И на том спасибо.